Девушки отдыхают 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 устремление, но у меня одна жиротва, до выпивка, до оброта, до флир, до какой-то дурацкий крикен, не чтобы почитать подражание Христу фамилиппийского. Но еще интереснее я буду вопротить, как изменились бы наши настревы, манимовые коробочки, увиденные глазами министра эпидемии, как и описанные дегельцами. Я был уверен, что в этом невозможном случае они оказались бы гораздо симпатичнее и невиннее. Крестенство и турачество, слабость и порог. Тут-то меня не начало для него графоманский или даже мегаломанский соблазн написать этот невероятный текст и отправить мистера Пихвика и Сэма Уэллера по нашему ученщику. Так выливательно и забавно было придумывать, как главный герой принимает Манилова в почетные члены Пихвикского клуба, как Сэм в кабаке обучает Петрушину и Селефана петь «И вон был он тилмонинг, тилдейла доста пир», как Пихвик, показывая Фемисторлису и Алькибу, где он был льдукси, чуть не свалил храму единственного размышления, как и чем именно Феодора Ивановна Собакевича порчевала замужских гостей. Особенно же веселила меня сцена у нас тревога. Возмущенный Пихвик встает и заставаясь со словами «Сэм, вы не джентльмен!» принимает смешную боксерскую стойку, в то время как Пуэлья уже сражается с набежавшей дворной. И как потом, выпив несколько раз в мировую и на пассажок, истремленную, истерокап, вся веселая компания отправляется в наш зятю Межугиту, приводив в полдушины того самого коллегу Матрадуга. А жена Межугуба оказывается действительно чудесной, веселой, чрезвычайно привязанной к своему бескутному правосу. Вот только заматанный Клюшкин никак не поддавался преображению даже под велосердным и ласковым взглядом мистера Пикрика. Наверное, для него надо было придумать какую-то совсем уж романтическую предысторию, какую-то роковую любовь, клятву, гроба и тому подобное. Солной новеллой, вместо капитана Копелькина, должна была стать история, подсказавшая Гоголю сюжет шиней, не помню же, у Вересаева и у Семеновского я ее вычитал. Прородив Акадий Акадьевича, был также во власть почти не в выдачной мечты, но его идея Фикс не имела никакого отношения к социальной действительности и была чистана в некотором роде поэтическим безумием. Этот вечный титулярный советник грезил на его о каком-то чрезвычайно дорогом и прекрасном английском охотничьем ружье. И ради него он, как и башмачник, оказывал себя буквально во всем, откладывал копеечку к копеечке и через несколько лет приобрел-таки этот вполне бесполезный в чиновничьем быту предмет роскоши. Но выехав в первый раз на охоту, на какой-то небом и водоем, он любой своим сокровищем упал в такой блаженный ступор, что не заметил, как ружье зацепилось за, кажется, камыш, упал за борт лодочки и пошло на дно. Незадачный охотник с горя слег в тяжкой горячке и был уже готов отдать Богу душу. Но тут его сослуживцы, прознавшие об этой трагедии, устроили подписку, собрали нужную сумму и купили больному товарищу точно такое же ружье. Совершенно ведь Диггинсовская история и Диггинсовские герои. Ах, если бы не все мы вышли из страшной шинели, если хоть кто-нибудь вышел из таких вот трогательных глупостей. В общем, поскольку я сам твердо уверен, что объектные эстетические свойства, в конце концов, зависят от субъекта, я задарился желанием внушить и читателю свою дикую убежденность в том, что если бы русские писатели были поснисходительнее к предмету своего описания, страхи и ужасы России предвиж были бы чуть менее непродлядными, и их искоренение не потребовало бы откуда учащейся молодежи таких радикальных мер. Во втором томе английских путешественников, кроме гоголевских героев, должны были посвечаться и с бороданным юношей в костюме персиянина, и с чеходочным кинистовым журналистом, и с господином Гороховым Бальто и со многими многими другими. А заканчиваться все должно было следующим образом. Прослышав о знаменитом русском мудреце и подвижнике, мистер Питрик решает познакомиться с этим замечательным человеком. Погода стоит чудесный, расстояние сравнительно небольшое, и наши путешественники решают пройти спешком. И уже при входе в Степанчиково, им навстречу летает птица тройка. Остановился, прошло не божьим чудом созерцать. Не мог ли это сброшенный с неба? Что значит, когда наводящий ужас движения? Что за неведомые силы заключена всех неведомых следом конях? А между тем Базурь сменял Аквамарин. Последняя из пули весенних пилчевских замгадов на Бухапа. Там геба юный уже переполнял за громкепящую амфору. Облаков темнеющих дреда спустилось. Был бодров, косой последний луч, сквозь этих туч скользнувших. И, ускоряя шаг, я зачинял длиннющий и страстный диалог между пиквиком моим и депюстином. Тут я волю дал дурным и стыдным фобиям, как гома, так и франка. Но лень обогнал меня. А теток, пьянка в кустах сиреневых закончика была. И лишь одна из них, раскинувшись с пола на той скамье, ее джинсовая и пченка, задравшись до пупа, промокшему ребенку мамашин рыхлый срам являла. Дождь пристал, пацану противно ныр. Я мимо пробежал, стараясь не глядеть. И все же оглянулся через несколько секунд. И все-таки вернулся, гляня себя, ее и ливень, и сынка с пластмассовым мечом. Скользка и нелегка, и невменяема была моя минада. И ртом накрашенном твердила, че ты надо? Ну, че ты, блядь! Когда я влачил ее, и вновь в блаженное впадало забытье. То посреди шоссе, утратив босоножку, рвалась она назад. То вдруг, а где Антошка? Не, а где Антошка, блин, пытала у меня. Ах, вот ты где, сынок? А мама, как свиньяка. Нажралась мама, сынуличка. И в лужах все норовилась сесть. Но в настоящий ужас пришел я, осознав, что спутница моя не в состоянии путь до своего жилья припомнить. Усадив ее на остановке автобусной и вслух, назвавши прошмонтовкой, сбежать решился я. Но тут Антошка сам нежданно указал мечом во тьму. Вон там. Ну, дальше домофон и тщетные старания. На шарик ногах цифру нужны в сочетании. Дождь кончился давно. Асфальт ночной сиял. В отчаяние я впадал и выпадал в осадок. А моя красотка ожелилась. И сдуру вздумала Когенович. Открылась дверь. Открылась дверь. Растолкавши двух бульдогов и одну старуху, волоком и скутную жену. В подъезды на второй этаж втащил я. Ну же, Боже, ну хватит же уже. А ну нет. Еще пороже от мужа и отца. Так это не смешно. В тот вечер схлопотать мне было суждено. Явился Манган. Наблюдовалась сука. А это что за чимом? Чимом отвечала. Руки убрала. Ну а потом, сплетясь от пара змей, Мы бились тяжело под крик площадки всей. И лайк, вернувшись, не вовремя бульдожек. Нет, не я уже был застательный художник. Он явно по очкам проигрывал. Потом я, воспалясь и прем неведомым путем, Луна ущербная плыва между облаками, Асфальты хладные селяли под ногами. И дыхать рядышком очечками мерцал, Молчал подавленно и корисно вздыхал. И даже сам притих, наверное, впервые, Ни песни йоминов, ни шутки озорные, Не шли ему на урон. Нависло тяжело молчание. Меня убрало за горку зло. Обиды давние бессильно клокотали. Наскутников моих, исполненных печали И делегатного сочувствия, не мог Я от стыда смотреть, унижен и убух. И натурально я взорвался. Что, не люба? А вы на лучике уж раскатали губы. Миссионеры, вашу бога душу мать, Цивилизаторы. Прошел, не забывая, про Крымскую войну. Да ваши на фонаре футбольные Сто раз противники. Может, в НАПО ступить, прикажете. А может, как у вас, нам Во священство бабу спустить. Ага, сейчас. Ишь ты, мой друг, в поход собрался. Нет, жалишь, трансвальд, страна моя. Ты вся горишь, горишь, милорой глупой. И с жалостью брезвливой, знакомцы давние, С мечтой моей пичливой, взирали на меня Среди хрущевских стен. И Питрик пошептал. Сэр, вы не джентльмен? Сэр, вы не джентльмен?